Здравствуйте! Недавно мне пришло очень трогательное письмо от одной пожилой радиослушательницы. Она огорчена, что я играю музыку на непонятном языке и совсем не ставлю песен Аллы Пугачевой, Валентины Толкуновой и Клавдии Шудженко. Спешу повиниться. Дело в том, что с моей стороны действительно не совсем осмотрительно на радио России, вещающем на всю страну и во многих местах являющимся чуть ли не единственным источником радиозвука, занимать почти час такими чужеземными песнями. Но дело в том, что я и не хотел быть осмотрительным. Простите меня, коль сможете. Но я уверен, что песни Аллы Борисовны и других заслуженных деятелей эстрады и без меня достаточно часто звучат по радио. У программы «Аэростат» совсем другая цель. Скажу словами Вольтера, «Моя любовь к Отечеству не заставляет меня закрывать глаза на заслуги иностранцев. Напротив, чем более я люблю Отечество, тем более я стремлюсь обогатить свою страну сокровищами, извлеченными не из ее недр». Мне хочется, чтобы слушатели радио России услышали музыку, которую редко передают по радио. Музыку, созданную самыми талантливыми людьми всей планеты. Музыку, хорошо влияющую на души людей. В простой надежде, что мы тоже сможем чему-то в этой музыке научиться и обогатить этим впоследствии нашу русскую культуру. Музыка. 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 Кому не грех учиться композиции у Иоганна Себастьяна Баха? Даром, что он немец. Музыка его при этом универсальна. Ведь Александр Сергеевич Пушкин тоже учился стихосложению у французов. Более того, когда он только начинал писать стихи, друзья уговаривали его бросить это нелепое занятие, ибо, как они говорили, русский язык к стихосложению не предназначен. Чудо русской архитектуры, церковь Покрова на Нерли, была построена при помощи немецких архитекторов, присланных по просьбе князя Андрея Боголюбского германским императором Фридрихом Барбароссой. Великие русские иконописцы учились у греков и византийцев. Вот представьте себе, как было бы страшно, если бы мы тогда не стали учиться у иностранцев. Специалисты подтверждают, любая культура, замыкающаяся в себе, чахнет и гибнет, чему много примеров мировой истории. А здоровая и сильная культура всегда берет все лучшее, что существует в мире, делает это своим и становится от этого только лучше и сильнее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другие языки имеют равное с нашим право на существование. Более того, на каждом языке очень хорошо удается спеть что-то свое, чего на другом языке так хорошо не споешь. И еще более того, не всегда обязательно понимать слова. Если слушать непредвзято, с раскрытым сердцем, то душа песни обязательно подействует на нашу с вами душу. Многие западные люди, слушая русские песни, говорят, что им совсем не нужен перевод. Они и так понимают чувство, передаваемое песней. И говоря о непонятных языках, вот, например, песня, спетая на совсем загадочном языке, но мешает ли это ее слушать? ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Да и вообще, насколько важно слово в песне? С одной стороны, как в чем-то имеющее отношение к словам человек, я могу вам сказать, первостепенное. Поэтому и говорят, из песни слова не выкинешь. А кто-то из средневековых богословов, съевших собаку на философском анализе, замечал, что ни бог, ни дьявол не могут отреагировать на мысль человека, пока она не обличена в слова. Слово можно ранить, слово можно исцелить, тем более в песне, где слова связываются размером и ритмом в настоящее заглядание, и действие их таким образом усиливается стократно. А с другой стороны, мудрец Лао Цзи сказал однажды, имя, которое может быть названо, не есть настоящее имя. То есть мы говорим что-то, но никогда не можем назвать все до конца. Мы используем слова, как что-то лишь приблизительно передающее наше намерение. Между словами и нашим внутренним ощущением всегда остается непреодолимая пропасть. В древнеиндийской поэзии даже был основополагающий трактат «Дхвани и Лока», где давалось понятие «Дхвани» — тайного смысла стиха, который нельзя упоминать напрямую, чтобы не рассеять волшебства поэзии. Сразу вспоминается Борхес. В загадке, ответом на которую служит слово «шахматы», нельзя упоминать слово «шахматы». В лучших книгах всегда нет имен, а в лучших картинах — лиц. Слово в стихотворении. Всегда ли мы знаем, что имел в виду автор? Когда мы читаем стихи Амара Хаяма о любви к девам и вину, все ли помнят, что сам Амар был суфием высокого толка, а значит, ни вином, ни девами вовсе не интересовался? Амар Хаяма о любви к девушке. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Симон Субтитры подогнали 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 Симон и последними открытиями квантовой физики, вся Вселенная является звуком. Ведь что такое звук? Звук — это вибрация. Некий предмет вибрирует с определенной частотой. Наши уши воспринимают эту вибрацию, и мы называем это звуком. Но все, существующее в мире, издает свои вибрации. И все вибрации находятся в высокоорганизованных отношениях. Вселенная — это бесконечная матрица гармонических вибраций. И поэтому музыка — это Вселенная в миниатюре. В великих древних культурах Индии, Китая и Греции понимание силы музыки и ее места в обществе было развито значительно сильнее, чем сегодня. Сознание просветленных мудрецов древности было настроено на законы, управляющие всем творением. Они не просто интеллектуально понимали гармонические законы космоса, они жили и дышали ими, и поэтому сами могли производить музыку небесной природы. И всему этому есть тысячи документальных подтверждений. В древних книгах сохранились описания того, как мудрецы своей музыкой расплавляли камни, вызывали дождь, огонь и так далее. В Индии до сих пор для вызывания нужных ситуаций играются соответствующие раги. А в том же древнем Китае некоторые мудрецы распознавали фундаментальный тон, который назывался кунг, и он был ни более ни менее связью между небесной и земной шкалами музыки. Так что вы сами видите, музыка — это даже не просто серьезное, а божественное дело. Она напрямую связана с самим существованием Вселенной. Вселенная, Бог, Любовь. И мы с вами. Все связано. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» И еще, Мария Васильевна, Мое личное спасибо, что вам нравится невероятная перуанская певица Има Сумак. Уж наверняка мало кто помнит ее сейчас. И, кстати, не знаю, известно ли вам, что она потомок древнего рода жрецов, ее мелодия и голос напрямую связаны с тем, что я сегодня рассказывал. Я давно собирался поставить что-нибудь из ее творчества, но сегодня просто сам Бог велел. Има Сумак. Субтитры подогнал «Симон» 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 Должны быть разные мнения. И император Марк Аврелий соглашался. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»